Слева и справа стоят симметрические многочлены. Что значит симметрические? Они не меняются при замене перемен. Поменяли местами буквы x, y, и получилось то же самое. Так вот, этот многочлен я представляю таким образом. Вот трубы, на которых сидели А и Г, я рисую вот таким образом. По клеточкам. Две клеточки, а здесь клеточки нет. А вот здесь, справа, другая труба. И что произошло? Вот x и y, как птички, полетели и сели на эти трубы. Значит, сюда x, сюда y, сюда x, сюда y. А потом они по-другому могут висеть на эти трубы. Сюда y, сюда x, сюда y, сюда x. Научное название этих труб, полилесин, диаграмма Юнда. Диаграмма Юнда. Диаграмма Юнда. Так вот, глядя на эту картинку, пишем симметрические многочлены. Смотрите, x, две клетки, значит, x в квадрате, y в нулевой. Потому что здесь нет ни одной клеточки. Плюс y в квадрате, x в нулевой. Это как раз многочлен, стоящий в левой части этого мира. Справа здесь x в первой, y в первой. Одна, расстановка переменная. Плюс y в первой, x в первой. Ну, это то же самое, что вот здесь. Так вот, каждой диаграмме Юнда можем написать симметрические многочлены. И наоборот. Так, чтобы освоиться с этим понятием, пожалуйста, вот диаграмма Юнда такая, три клеточки. А прилетели сюда птички x, y и z. Получается симметрический многочлен, я его так обозначу, полином, b большое, от x, y, z. Пожалуйста, пять секунд подумайте, чтобы не ошибиться. Какой симметрический многочлен получается в соответствующей этой диаграмме? x в секунду, x в секунду. Так, подумали? Может быть, x в квадрате за первой? x в квадрате за первой? Так, ну хорошо, рисуем птички вот так. А и b сидели на куле. Что получится? x в первой, y в первой, z в первой, да? Потом они по-другому сидели. y на первое место, y и z. Получится y в первой, x в первой, z в первой. Плюс и так далее. А сколькими способами они могут разместиться? Три птички в патроне? Шестью способами. Три факториала. Значит, в итоге получается многочлен 6, x, y, z. Вот это симметрический многочлен, соответствующий этой диаграмме Юнгл. Теперь вернёмся к неравенству Каши. Неравенству Каши. Вот оно как заканчивается. А средняя физическая трёхчисель не превосходит. Так, мы его доказываем сегодня. Давайте напишем по других обозначениях. Пусть а равняется x в кубе, b равняется y в кубе, c равняется z. Тогда получить следующее. x в кубе плюс y в кубе плюс z в кубе больше равно чем... Кто скажет, что я должен написать? Правая часть. Ис и и и и и и. Совершенно верно. Три икс и и и и и и и и. Итак, докажем вот это неравенство. Новым способом. Не тем, который тут в начале. Докажем это неравенство, используя диаграмму Юнга Используя диаграмму Юнга Значит, свяжем с этими симметрическими многочленами диаграмму Юнга Ну, для этого многочлена мы уже знаем диаграмму Юнга Вот она здесь нарисована Я подписываю под этим многочленам соответствующую диаграмму Юнга А какая диаграмма Юнга соответствует этому многочлену? Три клетчика и две пустые Ну, три клетчика и две пустые Совершенно верно. Три ноль ноль, так можно Три ноль ноль Вот что примечательно Когда мы доказываем это неравенство Когда мы доказываем это неравенство То здесь легко получается Мы рассматриваем разность между левой и правой частью Вот в этом случае рассматриваем разность И легко группировка приводит к цели Легко приводит к цели Вот если мы здесь попытаемся рассмотреть то же самое И написать A минус R То Группировка к цели не приведет К цели не приведет А что можно сделать? Вот об этом как раз и говорит теорема Минга Запишем требуемое неравенство в таком виде, чтобы слева и справа были полные симметрические многочлены Состоящие из шести слагаемых Итак, наша задача стоит в следующем Доказать, что 2x в кубе плюс 2y в кубе плюс 2z в кубе больше или равно А сейчас я буду писать так, что здесь оставлю некоторое место И надо доказать, что это больше и равно Чего? Ну неравенство, которое мы доказываем, пожалуйста 6x и z Почему? Здесь нужны двойки, а здесь шестерка Понятно Чтобы был полный симметрический многочлен Диаграмма Йонга, соответствующая этим неравенствам Значит, здесь набор 3.0.0 Здесь набор показателей 1.1.1 Вот эти два набора далеки друг от друга Посмотрите, они отличаются в трех местах Здесь числа 3.0.0 Здесь числа 1.1.1 Нет ничего между ними общего Давайте мы поступим следующим образом Так, как поступают строители Если нужно построить мост И речка не очень широкая То достаточно одного мостового перехода Опираемся на эту дверь и на другую И все, мост готов Но если река широкая То приходится ставить промежуточные опоры Их может быть одна, две и так далее Если река какая-то великая То же самое и здесь будет сделано Вместо того, чтобы доказать Чтобы доказывать вот это сложное неравенство Оно трудное Мы рассмотрим два простых неравенства Два простых неравенства Мы здесь напишем промежуточный многочлен Средний Буква М в виду Средний многочлен от x, y, z И вместо того, чтобы доказывать Что l больше r это трудно Доказать, что l больше r это трудно А l вот этот неравенство По правой лето Мы докажем два простых неравенства То, что l больше m И то, что m больше r А вот это вот легко Как в физике Выигрываем в силе, там проигрываем в расстоянии Так вот теорема Мюрхеда открывает тайну Открывает секрет Какой же средний многочлен здесь нужно взять Вот средний многочлен получается с помощью Средней диаграммы Юнга А средняя диаграмма Юнга Получается из этой диаграммы Ну, иногда говорят так Сваливанием кирпичей Вот, можно говорить, что здесь есть клетки или кирпичи Вот давайте одну клеточку свалим И получим набор 2, 1, 0 Вот этот значок, похожий на знак больше Это отношение между диаграммами Юнга Посмотрите-ка Вот теперь два соседних набора уже имеются с родственными У них здесь нолик общий Видите? Нолик общий Отличается только в двух местах А эти наборы тоже отличаются только в двух местах У них единичках общих Вот так же, как в учебниках биологии или зоологии пишут Эволюцию видов, как человек происходил Значит, у нас тоже появляется эволюция Как получается, диаграмма понятна А теперь продиктуйте Какой же симметрический многочлен соответствует этой диаграмме Юнга Это будет многочлен М Кто может продиктовать многочлены? Где члены x, y, z? Прилетели? Пожалуйста Какой многочлен соответствует этой диаграмме? Ну 7, x, y, z? Не стесняйтесь Вот, хорошо Пожалуйста, погромче x квадрат y x квадрат z x квадрат z Замечательно Наверное Смотрите Я пошел Вот, x, y, z Уделили x квадрат y Первый, z нулевой Потом x, z, y Получается x в квадрате z в первом y в нулевой Шесть вариантов Размещения трех перемен x, y, z По трех местах 3! 6 Вот это многочлен Мы его написали Глядим на эту диаграмму И Поверьте А дома Вы это Легко Проделаете Что Разность L Минус m Вот если ее можно смотреть То Будет Очень простая Группировка Давайте Вообразите Что мы рассматриваем Разность x в квадрате И с чем будут герои Вот x квадрат y Смотрите x квадрат Я его нашел Остается x минус y Дальше Еще остался x в квадрате Значит x квадрат выносит Что остается В скобках x минус z Да Вот Есть у нас еще x квадрат z Я вам не сменю подсеркну x минус y Мы дальше уже Круговая перестановка y Круговая Вот Квадрат Вот Квадрат Вот Поэтому Нужно здесь Коэффициент У Квадрат y Минус Сначала x Потом y Квадрат Выносим Сколько остается y Минус z Ну и наконец Последнее Слагаемое Два последних Выносим z квадрат Скорбка остается z минус x плюс z квадрат z минус y Очевидно Естественная группировка Попробовали и очень быстро получится Дальше что делать Посмотрите Шесть слагаемых Первое слагаемое С каким группируем По счету С третьим Смотрите Два Аналогичных Слагаемых Давайте Нажмем их Подписать А познавшим Так Что вы можете Сказать Про Первое Слагаемое Какое Оно По знаку Можно Здесь Разложить Как раз Насть квадратов А можно так Рассуждать Если x Больше y То два Положительных Самоножителя Если x Меньше y То два Отрицательных Самоножителя В любом случае Первое слагаемое Не отрицательное Точно так же И второе И третье Разность n минус m Положительное Точно так же Легко показать Что m минус r Тоже Тоже Не отрицательное Мне кажется Примечательная Тсерема Что она Раскрывает Секрет Доказательства Довольно Сложных Неравенств Для симметичных Могичей Рассмотрим Пример Я Даю Диаграмму Люда Вот такую Значит Это Набор Показателей 5 0 0 Пожалуйста Какой Симметрический Многочлен Соответствует Этому Набору Набору Показателей Диаграмму Минус Какой Симметрический Многочлен Пролетели Пролетели Икс Игрек З Икс В пятой Игрек В пятой Плюс Игрек В пятой Плюс Игрек Плюс З в пятой Это полный симметрический Многочлен Должен Должен быть Шесть слагаем Да Удвоение Происход Потому что Y и Z Мог меняться Местами Значит 2x в пятой Плюс 2y в пятой Плюс 2z в пятой Так Теперь Рассыпем Вот эту Диаграмму Юнг И нарисуем Рассмотрим Другую Диаграмму Ну пожалуйста Предложите Какую диаграмму Юнга Вы предлагаете 3 2 0 3 2 0 3 2 0 Вот если взять 3 2 0 То они будут родственные Потому что нолик общий Давайте Чтобы не было У них одинаковых 2 1 2 2 1 Вот Хорошо Это уже Интереснее 2 2 1 Значит Теперь Глядя на эту Диаграмму Юнга Напишем Симметрический Многочленок Так Ну x в квадрате y в квадрате z Первое Слагаем Потом Скажем x и y поменялись местами Приведут В двое Ну и Круговая Перестановка Дальше 2 2 x квадрат z квадрат y плюс 2 z квадрат y квадрат x И вот смотрите Если теперь предложить Доказать Доказать Что Левая Часть Больше Правой Доказать l Не меньше Правой Все переменные Все переменные Здесь считаются Неотрицательными Это Общие условия x 50 Неотрицательные Вот если Предложить Доказать Доказать Это Неравенство Доказать Получается Значит Можно Сказать Что Теорема Мюрхед Это Машина По производству По написанию Неравенство Только Надо Договориться О каких Диаграммах Юнга Идет Речь Это Очень важно Значит Каждая Диаграмма Юнга Рождается Набор Я Для трех Такое Вот Для трех Чисел Только дам Каждая Диаграмма Юнга Это Набор Чисел И Вторая Диаграмма Числа Идут В порядке Убываться Значит Говорят Что Первый Набор Мажорирует Второй Если Выполнены Такие Условия Я напишу Для наборов Из трех Чисел Но тоже верно И для наборов Из этих чисел Просто Итак Первое число Альфа-1 Не меньше Бета-1 Сумма Альфа-1 Плюс Альфа-2 Не меньше Суммы Бета-1 Плюс Бета-2 И наконец Сумма Сумма Чисел В каждом Наборе Одинаковая Бета-1 Плюс Бета-2 Плюс Бета-2 Плюс Бета-2 Используя Промежуточную Точку Опоры Так Пожалуйста Продиктуйте Промежуточную Диаграмму Три 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 Два Нот Так Значит Вы Сволили Два Вот Яси кирпича Сюда Три Два Значит Они уже стали родственными Близкими Ноли общие Отличаются в двух местах А здесь Да, вот Двой общий Значит Можно утверждать Что Именно так Вот Они связаны Это Промежуточная Диаграмма Теперь Глядя на это На эту Диаграмму Легко написать Промежуточную Диаграмму М Пожалуйста 2 2 x 3 2 Вы Хотите 2 x 3 y квадрат Да? А почему Двойку Два Раз Два Два Тут Не надо Два Раз Тут Не надо Два Раз Два Два Раз Не надо Потому что x в кубе y в квадрат z в нулевой Поменялись местами x и y Это будет y в кубе x в квадрате z в нулевой Теперь пусть x будет 0 Это x в кубе y в квадрате плюс x в квадрате y в кубе Так что тут Последовательные или непоследовательные Непоследовательные Сначала пишут третья степень Потом вторая А здесь Как надо написать Здесь Сначала третья степень Значит x в кубе уже было x в кубе z в квадрате плюс z в кубе x в квадрате и ещё y в кубе z квадрат y в кубе z в кубе z в квадрате z в кубе Значит И вот доказать, что L больше M, а то, что M больше и M больше M, легко. Но диаграммы Юнга используются в разных ситуациях. Может быть, они вам еще встретятся.